МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ребёнок зовёт на помощь. Для чего на химиков 72А приезжали спасатели? Автозак в окружении автоматчиков. Что случилось в Нижнекамском районе? Вопрос решён, деньги будут. Самую убитую дорогу отремонтируют. Граница на замке. Солдаты, охраняющие рубежи, отметили праздник. В городе стартовал третий сезон проекта Зелёный фитнес и дерби в Нижнекамске. Нефтехимик готовится сыграть с КамАЗом. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии. Александр Комаров. Здравствуйте. Маленький ребёнок взбудоражил экстренные службы города. Трёхлетний малыш вылез в окно и звал на помощь. Прохожие испугались, что мальчик упадёт и сообщили в МЧС. Чем закончилась эта пугающая история, знает наша съёмочная группа. Это тот самый мальчишка, который поставил на уши все экстренные службы города. Трёхлетний ребёнок решил привлечь к себе внимание и высунул голову в открытое окно. Прохожие проявили бдительность. Вызвали полицию. Он не кричал, он просто улыбался. Он не был спокоен. Как оказалось, ребёнок был сочимом. Мамы дома не было. Семья на учёте, как ни благополучно, не состоит. Однако, примерными родителями их не назовёшь. За два часа до происшествия этот мужик был в Уматину пьяный, ходил. Вызвали, скорее всего, по соседей, потому что ребёнок на балконе. Он маленький, три года ему торчал. Не знаю, где была мамаша. Вся проблема в том, что нет инспектора ПДН, и поэтому пожаловаться даже некому. Эта история могла закончиться трагически, как в случае с маленьким Ранелем. 12 апреля двухлетний ребёнок выпал с четвёртого этажа вместе с москитной сеткой. По словам соседей, в это время мать находилась в пьяном угаре. Сейчас делом занимается следственный комитет. А семью, где едва не произошла подобная трагедия, сотрудники правоохранительных органов взяли под личный контроль. Гульяне Хматулина, Евгений Лозаев, Новости НТР. Нетипичный случай произошёл на трассе в районе Камских полян. Люди, проезжавшие по дороге, засняли, как полицейские ограничили движение, а на обочине стоит автомобиль для перевозки заключённых. Он оцеплен кинологами и сотрудниками с автоматами. Как оказалось, автозак ехал из Чистополя в Нижнекамск с заключёнными и сломался. Руководством было принято решение не устранять поломку спецавтомобиля на месте. Для перевозки вызвали другой автозак. Пересадка заключённых на краю леса проходила под усиленным конвоем. Подмога приехала из Нижнекамска. И все слухи о попытке побега заключённых – это всего лишь домыслы очевидцев. В Нижнекамске приступили к ремонту дороги по улице Чистопольская. Покрытие полностью поменяют от индустриального парка «Пионер» до кольца «БСИ». Работы обойдутся в 96 миллионов рублей. Ассор Сланова посмотрела, как идёт ремонт. Асфальтом засыпают яму. На небольшую приходится порядка 200 килограммов. А если выбои на широкое, то могут потратить до тонны. На Чистопольской приступили к ремонту дороги. Ямочный ремонт – первый этап капитального. Всего запланировано заменить дорожное покрытие от индустриального парка «Пионеры» до кольца «БСИ». Это примерно 3,5 километра. Одну сторону уже полностью подготовили, сделали ямочный ремонт, выровняли. Остаётся главное – положить два слоя асфальта. Дорога поднимется ещё на 10 сантиметров. Бригады работают по 12 часов. Чтобы не создавать дискомфорт водителям, полностью перекрывать улицу не стали. Пускают машины по очереди. Такому капитальному ремонту все только рады. Очень рады. Мы здесь каждый день ездим по этой дороге. Очень даже рады. Плохая дорога была? Не то слово, что плохая была. Ужасная была. Машина убивается. Постоянно кочки здесь. Ежедневно получается. По три раза туда-обратно катаемся. Раньше в ужасном состоянии было. То, что делает дорога – это очень большой плюс. 96 миллионов рублей выделили на замену асфальта. Зайти сюда с ремонтом удалось благодаря национальной программе «Безопасные качественные автомобильные дороги». Работы планируют закончить ближе к сентябрю. Алсуар Сланова, Фахри Исламов. Новости НТР. Вскоре будут вестись ремонтные работы и на самой убитой дороге. Сегодня наблюдательный совет Минэкономразвития России одобрил Нижнекамску 325 миллионов рублей на капитальную реконструкцию участка от Афанасовского кольца до ЖД переезда. Именно там в прошлом году активисты устроили митинг, чтобы и службы обратили внимание на состояние трассы. А президенту России была отправлена петиция. После этого на дороге срезали верхний слой асфальта. А скоро начнется процедура укладки нового покрытия на участке протяженностью чуть больше 5 километров. Вот что по этому поводу говорил глава на еженедельном совещании руководителей в мэрии. Проект очень важный и значимый для нас. И мы надеемся в этом году выполнить работу по приведению данной дороги в нормативное состояние с завершением первого слоя покрытия. За этот год в Нижнекамском районе зарегистрировано 155 пожаров. В огне погибли 4 человека. За чертой города первыми тушить пожары выезжают добровольные дружины. Сегодня их работу разобрали специалисты МЧС. За этим наблюдал Вадим Струминский. Глава Сухарева сегодня в спецодежде. В руках огнетушитель. На личном примере показывает, как нужно бороться с огнем. У него в поселении есть добровольцы, которые помогают профессионалам тушить пожары. Три года тому назад было, баня горела в деревне у нас. Вот тогда мы тушили баню. На вооружении у добровольцев Сухаревского поселения имеются вот такие пожарные мотопомпы. Несмотря на разнообразие средств пожаротушения, именно они до сих пор являются самыми мобильными для оперативного забора воды. Будь то водоем или какая-нибудь емкость. Ведь их отличает простой принцип работы и полная автономность. Сейчас в Нижнекамском районе 9 добровольных пожарных команд. Их роль трудно переоценить, когда речь идет о возгорании за чертой города. Именно они первыми оказываются на пожаре. Первый ствол помощи именно на тушение, на защиту соседних строений. Также имеются у нас две пожарные службы Республики Татарстан и одна муниципальная пожарная охрана. До приезда основных сил именно Нижнекамского гарнизона они уже обстановку первую владеют и, соответственно, передают информацию. Чтобы у спасателей не было работы, нужно исключить пожары. В первую очередь ответственность несут сами люди. О важности профилактики сегодня говорили сельчанами. Создана группа под профилактические работы, где включен в каждом сельском поселении глава сельского поселения пожарный надзор, гражданская оборудование, электрики, газовик и районы. Начинается профилактическая работа по объявлению, по недопущению пожара. Неисправность электрооборудования, печей и дымоходов, халатное обращение с огнем. Вот основные причины пожаров. За этот год в Нижнекамском районе их зарегистрировано 155. В огне погибли 4 человека. Вадим Струминский, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. В Нижнекамске открывается пляжный сезон. Погода тоже будет располагать. На днях обещает до 29 градусов. Где купаться можно, а где не рекомендуется, расскажет наш корреспондент. Сирена работает, спасатели на готове. Система оповещения прошла проверку. Спасательные приспособления исправны. Водолазы уже обследовали и очистили дно реки. Все готово к встрече первых отдыхающих. Еще вчера лил дождь, а сегодня погода значительно улучшилась. И первые посетители уже пришли на пляж. Но пока никто не купается. Оно и понятно. Вода в Каме очень холодная. Всего лишь плюс 11 градусов. Так что придется подождать. Но некоторые ждать не любят. Эти молодые люди уже успели выпить и даже поплавать. Спасателям пришлось затащить нарушителей в лодку. А дальше их ждал разговор с полицией. Заходить в воду при столь низкой температуре, да еще под градусом, опасно. Судорога сведет ноги и все. Человек утонул. К счастью, эта история закончилась благополучно. Ну а накануне готовность пляжа проверила специальная комиссия. Все документы перепроверили. Документы все в порядке. В то же время буи установлены. Спасательные вышки имеются. Матросы, спасатели. Товарьки все обучены. До свидания всех имеются. Следить за порядком будут благодаря камерам наблюдения. И с помощью патрулирования. В кафе, на игровых площадках и на самом пляже. Как и в прошлом году, будет работать медицинский кабинет, комната матери и ребенка, а также пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья, где им будут помогать волонтеры. Официально городской пляж Кама начнет свою работу 1 июня. Отдыхать нужно только здесь. А вот купаться в озерах не рекомендуется. Дно там не обследовано, пляжи не оборудованы и нет спасателей. Светлана Шумкова, Фахри Исламов. Новости НТР. Ну вот об этой теме нас попросили рассказать нижнекамцы. Если у вас тоже есть интересные темы или предложения, то связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 посредством сайта его адреса ntr.defiz24.ru или через мессенджер WhatsApp, его номер 8 917 9373 077. К другим темам. Они служили в разных частях страны, а точнее на ее границах. Сегодня особенный день для тех, кто охранял рубежи России. Зеленые фуражки и зелено-красные флаги – главные атрибуты пограничников. С праздником их поздравила и Наталья Лушникова. Они давно далеки от своих застав, но этот день для них главный в году. Пограничники снова в строю. Зеленые фуражки, развивающиеся флаги и медали. Вот эта медаль, этот цвет, отличный погран будет в 2-3 степени за поимку учебного нарушителя государственной границы. Этот праздник ведет свое летоисчисление с 1918 года. И с тех самых пор окраска пограничного столба не меняла свою расцветку. Он так и остался красно-зеленым. Красный цвет означает храбрость и мужество. Зеленый – честь и славу. Честь и славу не только тем, кто охраняет сухопутные и морские границы нашей страны, но и тем, кто уже никогда не вернется с заставы. Минута молчания, цветы и воспоминания ветеранов. Для них зеленая фуражка не только форма – символ пограничного братства. Всегда говорят – зеленая фуражка пограничных, зеленая фуражка пограничных. А вот для души что она для вас? Для сердца? Для души, для сердца – это успокаивает, успокаивает. И обязывает быть достойным своих предков. Зеленая фуражка обязывает быть достойным примером и для потомков. Пограничник Радик Арсланов в одном строю с сыном Булатом. Я каждый год его беру с собой. Каждый год прививая любовь, наверное, не только к празднику, вообще вот, ну не знаю, ну, чувство, сердце зовет просто вот. И, кстати, которой, наверное, граница осталась. Ну, так говорят, либо душа, либо сердце осталось на границе. Скажи, пожалуйста, ты будешь пограничником, когда вырастешь? Да. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Нижнекамские мусульмане ожидают ночь предопределения. Ее точная дата неизвестна. Обычно она приходится на последние 10 дней месяца Рамазан. Считается, что в эту святую ночь Всевышний особенно благосклонен к просьбам верующих. Поэтому правоверные отмечают ее чтением Корана и вознесением молитв. В соборной мечети для желающих организовали специальное место для беспрерывного пребывания. В Нижнекамской соборной мечети Коран звучит круглосуточно, лишь с небольшими перерывами на намаз. Мусульмане ждут ночь предопределения. За усопших молимся, за покойников. Всех у нас очень много же. И за себя тоже, за наши грехи, ошибки. Подняв руки, мы считаем. Шамиль Зиганшин последние 10 дней Рамазана проведет в мечети. Мужчина верит, ночь предопределения лучше тысячи месяцев. В это время Аллах принимает все молитвы. Однако точная дата неизвестна. Поэтому мусульмане проводят чтение молитв и Корана все свое время. Есть поклонение, которое называется Иртикаф. Это беспрерывное пребывание в мечети, отстраняясь от всех мирских дел, посвящаясь тебе лишь полностью поклонению Всевышнему Творцу, Всевышнему Аллаху. Сейчас мусульмане держат строгий ежедневный пост. Прием пищи разрешается только после захода солнца. В течение всего месяца необходимо много молиться, заниматься благотворительностью, а также избегать плохих мыслей и поступков. В этом году священный месяц Рамазан заканчивается 4 июня. И этот день в Татарстане объявлен выходным. Гульяник Матулина, Евгений Лозаев, Новости НТР. Радость и грусть на одной сцене. Сразу два события отметили во второй музыкальной школе. Победу в престижном музыкальном конкурсе и проводы выпускников во взрослую жизнь. Светлана Шумкова разделила эмоции учеников. Еще недавно ребята исполняли эту мелодию в столице, куда поехали на конкурс камерной музыки. Из 150 заявок в номинации инструментальный ансамбль нижнекамцы стали лауреатами первой степени. Конкурс назывался «Музыка дуэта. Начало мастерства». Он проходил в Москве на базе Академии хорового искусства имени Попова. Проводила его кафедра фортепиано. Вместе с Ромой и Алиной в конкурсе приняла участие еще одна ученица музыкальной школы Лена Ерутина. Сегодня она выпускница. Выступать в Москве было волнительно, рассказывает девочка. Из Татарстана участвовали только они втроем. Впечатления стали очень хорошие, очень позитивные. Это было вполне незабываемо. Конкурс был очень волнительный, мы очень волновались. Конечно, это Москва. Участники были довольно сильные, и мы не думали, что мы займем место. Вторая музыкальная школа открылась в 1974-м. За годы работы она выпустила не одно поколение талантливых ребят. Большая часть сегодняшних преподавателей школ – оркестранты, хоровые музыканты, бывшие ученики школы. В этом году ее стены покинул 21 выпускник. Светлана Шумков, Евгений Лызаев. Новости НТР. Танцы в парках города, растяжки на свежем воздухе и советы профессиональных тренеров. В Нижнекамске стартует новый сезон проекта «Зеленый фитнес». Информационный партнер «Медиахолдинг НТР». Теперь на усилии, вот вы остались, и на усилии пресса возвращаем себя. Как правильно делать растяжку? Фитнес-тренер подходит к каждому и объясняет, как сделать это безболезненно, а главное – правильно. Среди участников люди разных возрастов. Дмитрию Филиппову 58 лет. Для него это уже третий сезон «Зеленого фитнеса». Такое желание быть активным, посещать, и все самое интересное увидеть здесь. И просто вот мы сейчас пришли пока начало, но не терпится начать конкретно двигаться, заниматься, какие-то упражнения делать. Ждали новый сезон «Зеленого фитнеса» и тренеры. Они, учитывая опыт прошлых лет, создали специальную программу своих занятий. Мне кажется, этот сезон будет самым лучшим, потому что каждый год – это новая информация, новые движения. Я хочу научить людей качественно, грамотно двигаться и комфортно ощущать себя в своем теле после моих тренировок. «Зеленый фитнес» в Нижнекамске – это не просто ежедневные тренировки в парках, но и еженедельные фитнес-фестивали, образовательные лекции по правильному питанию и здоровому образу жизни. Мы приглашаем жителей города присоединиться к этому большому проекту. Мы будем проводить воскресные фестивали, которые будут проходить у нас в наших замечательных парках. Мы будем работать в парке «Семья», в парке «Тукая», в парке «Велики» и также на «Солнечной поляне». Фестивали будут разнообразного характера. Мы приглашаем всех принять в них участие. Но также в течение недели у нас будут проходить тренировки в разных направлениях, на которые мы можем записывать. Всю подробную информацию по тренировкам и нашим мероприятиям можно будет отслеживать на сайте zelphi.ru. Ну а далее вас ждет спортивный обзор от Кирилла Давкаева и прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 посредством сайта его адрес ntrdefis24.ru или через мессенджер ватсап по номеру 8 917 9373 077. До встречи. Сегодня в новостях спорта. Илья Соколов победил в боях по правилам ТНА. Хоккейный нефтехимик продолжает комплектовать состав. Кто новенький, об этом не только сразу после рекламы. Ура! Открылся новый магазин Планета одежды и обуви. Для всей семьи большой ассортимент, доступные цены, отличное качество. Модно не значит дорого. Город Нижнекамск, проспект Вахитова 30, ТЦ-Эксель, второй этаж. Триумф НК. Жилье 6%. В любом городе России. 30, 80, 90. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Начнем с боевых единоборств. Нижнекамский боец, выступающий за Казанский клуб единоборств Хан, вышел в четвертьфинал боев по правилам ТНА. Почетными гостями мероприятия стали президент республики Тарстан Рустам Миниханов, 11-кратный чемпион мира по профессиональной версии кикбоксинга Дон Дракон Уилсон, легендарный мастер Кёко Синькай Адемир Дакоста и абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Дзю. Кикбоксер Илья Соколов в этом сезоне дебютировал в боях в весовой категории 70 кг. Он встретился с представителем Чехии Ладиславом Криштуфиком, провел два нокдауна и одержал уверенную победу над соперником. Соколов – уроженец Нижнекамска, последние несколько лет живет в Казани, тренируется в клубе единоборств Хан. 26-летний боец дважды становился победителем Кубка мира по кикбоксингу, а два года назад дошел на боях в ТНА до полуфинала. Предлагаю посмотреть на нокдаун в исполнении Соколова. За проведенные нокдауны победу в этом поединке одержал боец из России – Илья Соколов. Поздравляем Илью, отличный бой, супер зрелищный. Также хотелось бы сказать спасибо и Ладиславу Криштуфику, который старался выглядеть конкурентно и периодически очень такие интересные моменты. Останемся на ринге, но теперь уже расскажем о боксе. Страна отмечает День Пограничника. В преддверии праздника в селе Большое Фанасово прошел традиционный боксерский турнир памяти тренера Петра Белоусова. Ежегодные состязания боксеров проходят уже с 90-х годов и каждый год собирает множество спортсменов со всего Татарстана. В этот раз на соревнования съехались около сотни бойцов. Турнир проходил на протяжении двух соревновательных дней. Во второй состоялись финальные поединки. Нижнекамские боксеры взяли около трех десятков наград различного достоинства. Конкуренцию приезжим спортсменам составили представители Афанасовской школы бокса, 5-й дюйсуша Камских полян спортивного клуба «Нефтехимик», клуба «Боец» и школы бокса «Спарта». Расскажем о хоккее. «Нефтехимик» продолжает комплектацию состава к предстоящему сезону Континентальной хоккейной лиги. Клуб подписал соглашение с очередным новичком. Им стал экс-нападающий Владивостокского адмирал Александр Черников. В прошедший сезон 34-летний форвард провел в «Адмирали» и в 60 матчах набрал 28 очков по системе «Гол плюс пас». Всего в Континентальной хоккейной лиге в активе Александра Черникова 581 игра. За это время нападающий набрал 194 очка, отличившись 82 заброшенными шайбами и 112 результативными передачами при показателе полезности минус 32. Соглашение с игроком нападения рассчитано на один сезон. Напомню, что ранее Нижнекамский хоккейный клуб также на один сезон подписал контракт с защитником Степаном Захарчуком, который также в минувший сезон провел в Владивостокском адмирале. Теперь от дзюдо. В день химиков в спортивном комплексе «Дружба» выявляли сильнейших дзюдоистов младшего возраста. В открытом турнире спортивного клуба «Нефтехимик» участвовало около 60 мальчиков 2010-2011 годов рождения и девочек 2007-2008 годов рождения. На ковер вышли не только хозяева зала, для которых соревнования были первыми, но и представители спортивных комплексов «Ярыш», «Шинник», «Спортшкола Олимп». Спортсмены состязались в 10 весовых категориях. Среди девочек не нашлось равных воспитанницы тренера спортклуба «Нефтехимик» Фанис Хамедульна Арини Родионовой. Ей достался кубок победительницы весит до 32 килограммов. У мальчиков подавляющее большинство участников составили юные дзюдоисты из Олимпа. Они и стали обладателями оливийной доли наград. Девять своих первых медалей завоевали юные воспитанники спортклуба «Нефтехимик» представители единоборства, получившего название «Гибкий путь». Из них только три бронзовые. Близ-турнир по шашкам прошел спортивно-здравительном комплексе «Дружба» посвятили городские соревнования «Днюхимика». В турнире участвовало 15 спортсменов. Все они отличались способностью быстро принимать решения за шашечной доской. Это было основным условием соревнований. На каждую партию отводилось по пять минут. Стремительный турнир среди мужчин завершился победой Валерия Сайранова. Второе место досталось Владимиру Белухину. Третьим стал Ниес Ахмеров. В состязаниях женщин не было равных Веронике Дождиковой. Немного ей уступила Ирина Власова. Тройку призера замкнула Аделя Ахмадеева. Ну а завершим выпуск футболом. Нижний Камс готовится к татарстанскому футбольному дерби. Уже завтра Невтихимик на родном стадионе будет принимать набережную Челнинский КамАЗ. Команда в этом первенстве осталась сыграть по две игры. И пусть главная интрига уже решена. Чемпионом единолично стал Невтихимик. На накале страстей в татарстанском футбольном дерби это никак не скажется. Каждый матч КамАЗа Невтихимика события особенные. Грядущий матч станет третьим противостоянием команд в текущем сезоне. Сначала Невтихимик на гостевом поле победил. Но после на домашних трибунах уступил соседним Завтограда. Сейчас догнать Невтихимик никому уже не удастся, а вот за второе и третье места борьба идет плотная. Чтобы закрепиться на второй позиции и не уступить ее сезоне, челнинцам приложат все усилия. Итак, матч Невтихимик-КамАЗ пройдет завтра. Начало намечено на 6 вечера. Приходите поддержать нашу команду, тем более что вход на игру свободный. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР. Прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта. Его адрес НТРДФИС24.ру. До встречи в эфире. Спонсор выпуска – Компания «Память». Компания «Память». Изготовление памятников, облагораживание могил, ограды. Установка на любом кладбище республики. Выезд агента на дом. Низкие цены. Компания «Память». Мы располагаемся на въезде на городское кладбище. 29 мая в Нижнекамске малооблачная температура воздуха плюс 27 градусов. Ветер северный 3 метра в секунду. Вторая половина недели будет теплой и солнечной. Спонсор выпуска – Компания «Память». Компания «Память». Изготовление памятников, облагораживание могил, ограды. Установка на любом кладбище республики. Выезд агента на дом. Низкие цены. Компания «Память». Мы располагаемся на въезде на городское кладбище. Компания «Память». Компания «Память».